а меня зовут пётр я работаю здесь менеджером на 7 из клуба и поэтому каждый день моряки приходят сюда но вы не просто менеджер вы же еще и пастор здесь я и служу да я не только менеджер но в то же время я и проповедую евангелие устраиваю небольшой маленький концерт играет она бас гитаре то прославление то на русском языке там на английском языке расскажите но бизнес растет его как вы видите здесь за окном вы видите много стоят российских судов эти суда сейчас находятся на ремонте и пока суда ремонтируется они приходят сюда это получается как знаете что можно сказать как как центр отдыха может сказать для моряков до клуб для моряков они приходят сюда здесь она у нас предоставляется все это бесплатно компьютера сейчас установлены абсолютно все новые потом значит они мог красить свои вот эти вот ноутбуки тоже родится здесь да и кроме то у нас еще новости но по сей время из-за вот вот этих вот санкции мы не можем смотреть новости но тем не менее они приходят сюда отдыхать и между тем временем я стараюсь как-то благовествовать своим опытом обычно как вы знаете славянский народ тяжело проповедовать сразу с библией напрямую поэтому я начале бог дал мне такую способность писать стихи я написал стихи поделился с одним моряком он сказал это не стих это крик души бог даже дает название моего стиха у меня появился новый жанр называется крик души и вот таким образом они открывают свои сердца я начинаю благовествовать естественно начинаю уже основываясь на священном писании говорить об источнике христе и вот они начинают некоторых принимает даже были мусульмане которые приходили сюда один мусульмане тоже меня закидал столько многих вопросами я ответил потом я задал несколько вопросов он не смог ответить я сказал господь на живой но вот вся эта идея хозяина этого клуба я с ним знаком пять лет назад мы с ним познакомились он присвитер церкви трудится служит и сделал как я понимаю эта идея марина клубов это принадлежит католикам по всему миру такие места отдыха для моряков и он специально вот он рассказывал сам он здесь сегодня что специально сделал точно такой же для российских моряков которые заходят из владивостока рыболовные судья ремонтирует моторы здесь я помню показывали здесь двигатели аматор дилаки пока все все ремонтируют здесь да дело то что когда сколько сейчас стапели у него скажите раньше было два стапеля но я так понял бизнес растет уже у него четыре завода здесь сейчас много да он есть сейчас в другой части пусана там есть завод главный был там а потом он здесь это основал филиал то есть сейчас получается филиал превращается наоборот в это как головной бог его сильно благословляет он служит расслабляет каждое воскресенье я понимаю всех моряков которые здесь с наших судов возят в церковь до дорога пандемии до пандемии а начали автобус специально заказывал это церковь заказывал большой автобус они приезжали сюда и увозили их церковь чтобы они могли провести богослужение связи вот этой вот пандемии глобальной то есть все это приостановлено еще живем образов но мы постепенно наверстываем пока нет есть транспорт но нет водителя мы молимся чтобы появился водитель потому что моряки говорят а вы до сих пор возите на экскурсию у нас та самая цель не сама экскурсия как богослужение а это все остальное но здесь для них же не только компьютер я помню тут же есть еще бильярдные столы где-то раньше большой зал и поскольку она просто это было найти как пустовала поэтому во время пандемии ее полностью это сделали под офис опять потому что было сами понимали на компания подумала что зря так просто время тратить и это место зря чтобы они решили просто принять на работу еще больше по работе а стих сих я это но на здесь не могу это потому что очень много поэтому я только один всех прочитаю вам которые я во время пандемии бог не открыл да бог не открыл такой этот возможность поэтому я начал вот такую иисус не напрасно умер и на крест зашел и кровь святую просит и жизнь свою отдал милости и любовью грехи он простил и сушность человека навеки преобразил но что еще нам нужно чтобы жить или ковать иисус не только умер но на третий день воскрес пусть весь об иисусе по миру идет и пусть узнают люди что иисус господь он учил нас словом как свято жить и с бога чтить спасибо спасибо большое и за экскурсию и за рассказ и за ваше пастырское служение здесь спасибо друзья мы в сименс клубе это специальное место для моряков которые заходят сюда специально организовано русское служение морякам служит чтобы они не ходили у них есть одно место здесь и можно кофе попить и покушать приезжают врачи до сих пор приезжают врачи по нас пока нет пока не было мы молимся чтобы опять все это возобновил возобновилась все это пока да и парикмахеры и мануальные здесь я короче всего и стоматология и парикмахеры потом массаж стоп массаж тела все удобства было очень много наших ребят которые ходили на кораблях сюда на судах которые заходили на ремонт сюда они всегда пользовались я беседовал со многими говорят нам так хорошо сюда приходить так хорошо быть церкви а сейчас у нас будет встреча с главой корпорации вот это да все бесплатно да это все предоставляется бесплатно чокупай кофе чай вот и вот и вот и вот и вот это все и вот и вот у нас есть и вот и вот и вот это Мы разговариваем по скайпу с Владивостоком, вернее, с Санкт-Петербургом. На пароходе, к сожалению, нет. В этом морском центре я каждый день, потому что здесь просто замечательно и великолепно. Ну вот сами посмотрите, вот какая прелесть. После парохода здесь замечательно отдохнуть, поиграть, интернет, телевидение, чай, кофе, сама обстановка располагает. Спасибо вот тем людям, которые все это организовали. Я доволен, и также все мои друзья и знакомые довольны. Спасибо, всего доброго. Благоденствия вам и процветания. Спасибо. Недели две. Каждый день посещаем центр моряков, он работает. Все? Постоянно приходим на массажный крест. Душевно. Массаж безумительный. Но самое главное, люди, которые здесь окружают нас. Вот их тепло, их душевная доброта. Я меняю сейчас валюту. Если бы здесь такого не было, пришлось бы в другую место, конечно. Но тихо себе. Это очень далеко, да? Далеко, неудобно это, понимаете, конечно. А здесь поблизости. Хороший. Чинг-хауровы 했는데, 너무 좋았습니다. Очень удобный. Очень 편하고. Большое спасибо, что вам есть. Большое спасибо, что вам есть. Очень выручается. Помогает, очень спасибо. И вообще, это центр очень хороший. Это мы регистрируем посещаемость людей. Сколько человек приходит к нам в Семес-центр? В день приходит от 130 до 160 человек. Вот за вечер. 100. Репарат по одному, это самое, ну мало, это самое, все же бесплатно. А бесплатно это называется у нас на халяву. Вот. На халяву всегда все любят кушать. Спасибо. Вот. Ну, где-то так, русская поговорка есть. Удивляет, что вас не курят здесь и не выпивают. Очень хорошо. Приятно. А тут пьяные, неприятно смотреть на людей выпивших. Просто, напросто. Поехали. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok